В Гродненском аграрном университете прошел международный турнир «Битва поколений». В нем приняли участие 13 спортсменов из вузов нашего города и доктор экономических наук, 50-кратный чемпион России, 55-кратный чемпион Европы, 55-кратный чемпион мира по гиревому спорту, по версии Международной конфедерации мастеров гиревого спорта и Международной федерации гиревого спорта Анатолий Ежов. Спортсмены поднимали гири весом 24 килограмма, лежа на спине, обеими руками поочередно. Время было ограничено одной минутой. Многие спортсмены выполняли это упражнение впервые, но они хорошо справились. На этом турнире Анатолий Ежов решил проверить на прочность свой же рекорд Книги Гиннесса в упражнении с гирей. Главное в этом виде не сила, а техника. От нее и зависит результат выступления. В упражнениях с гирей спортсмен сам может выбрать вес снаряда и отрезок времени. Рекорд был улучшен на 24 килограмма, но это не предел. Готов? Три, два, один, стоп! Пятнадцать секунд. Тридцать. Сорок. Сорок секунд. Тридцать секунд. Тридцать секунд. Тридцать секунд. Тридцать секунд. Тридцать секунд. Тот сорок. Сто пятьдесят. Тридцать секунд. На установление рекорда представители Книги Гиннесса не приехали, ведь с развитием технологий это уже не нужно. Я устанавливал рекорды Гиннесса пять раз в присутствии спортивного комиссара. Поэтому эту технику выступления уже знают, меня тоже знают, поэтому данные рекорды я могу устанавливать на основе тех свидетельств, которые указывает Гиннесс. То есть достаточно видеозаписи в прямом, в реальном масштабе времени, одна фотография и два письменных свидетельства о независимых организациях. Анатолий Ежов установил 1111 силовых рекордов в экстремальных точках планеты. Он побывал на всех континентах, на северном, южном полюсе и… Под землей на глубине более километра, под водой, в полетах, на воздушном шаре, на парашюте, в невесомости, в стратосфере, в жерловине самых опасных вулканов мира, я устанавливал мировые рекорды и поднимал флаги России и флаги Республики Беларусь. Это единственные страны, флаги которых были подняты в честь установления мировых рекордов на всех континентах, материках, частях света. Анатолий Ежов считает, что это только начало. В планах у него новые рекорды и новые путешествия. Пожелаем ему удачи. Продолжение следует...